у нас вот такая сегодня зима зима все завалило снегом вот вид мы из окна елка моя любимая стоит святое все запорожены снегом кот пришел с улицы и спит час на подоконнике жарковато ему но я сейчас собираюсь выпить кофе с плавленым сыром если вы еще не сделали плавленый сыр я настоятельно вам его рекомендую видите какой вот прям настоящий советский плавленый сыр так хорошо на квадратики порезать вот режется плохо как любой плавленый сыр но если быстро и с аппетитом с кофе вообще прелесть есть у меня рецепт я показываю как я делаю этот сыр можете посмотреть я ссылку оставлю в описании подсказку да очень быстро делается две пачки творога я ягодинский люблю вот шоколадка одна 50 граммов масла не слов вот настоящий сыр который делали советские времена и продавался как плавленый в магазинах сейчас такого нет сегодня у меня такой вот легкий супчик с пельменями так суп готов запах приятный аромат укропа сейчас буду делать крем для лица вот один из компонентов моего крема это алоэ просила его соседки потому что у меня нет алоэ я не развожу его к сожалению я часто уезжаю поэтому мне неком ухаживать за цветами нужно с ними куда-то их отдавать я не хочу этого поэтому я вот не держу алоэ я буду выжимать сок через марлю но можно сделать и по-другому можно просто ложечкой если у вас толстые стебли алоэ можно ложечкой вынуть содержимое алоэ но все равно нужно процеживать сок алоэ понадобится немного ну примерно чайная ложка столовая ложка зависимо от все от того сколько крема вы хотите сделать видите сколько сока достаточно даже из такого небольшого количества так что пару листиков алоэ вполне пойдут на баночку крема хорошо выдавливается друзья мои сейчас мы с вами сделаем самый полезный самый питательный самый увлажняющий самый лучший крем для лица а лучше он потому что он содержит натуральные компоненты в магазине вы не купите такой крем очень мало магазинов которые продают натуральные кремы и крем эти стоят очень дорого я покажу вам как я делаю крем я делаю уже очень много раз и хочу чтобы вы тоже делали этот крем сами во-первых это дешево во-вторых это полезно и в третьих вы можете подобрать такие компоненты которые подходят именно вашей коже крем который вам покажу сегодня он не вызывает аллергии большинства людей но вы должны понимать что у вас может быть аллергия на какой-то отдельный компонент который входит в эти кремы если вы опасаетесь что какой-то из компонентов может вызвать у вас аллергию нанесите на тыльную сторону руки подождите 20-30 минут если реакция не наступит то значит у вас аллергии на этот компонент не будет значит что нам понадобится для крема сок алоэ который я сделала только что старайтесь брать старое алоэ подержите его в холодильнике пять дней если у вас есть возможность и сделайте из него вот такую вот жидкую массу мне примерно столовая ложка для того чтобы сделать крем вам понадобится какая-то основа обычно люди делают эту основу сами из эмульгаторов из масел значит для этого понадобится маленький миксер у меня маленького миксера нет поэтому за основу я возьму просто крем который мне подходит часто люди берут за основу детский крем я вам его не рекомендую потому что детский крем он очень жирный он предназначен для того чтобы оберегать кожу ребенка защищать ее и он абсолютно не подходит для женского лица крем который я вам сейчас порекомендую он подходит для любого возраста вы можете применять его 20-30 в 60 лет с одинаковым результатом и он всегда будет положительным за основу я взяла вот такой вот крем который мне подходит это крем зеленая аптека крем для лица от морщин он хорошо и быстро впитывается я буду добавлять крем витамины это витамин а витамин а обычно получают люди с селедкой со сливочным маслом и как всегда его не хватает не хватает его и нашей коже дальше я возьму витамин е в ампулке у меня вот есть витамин b1 b6 и b12 здесь он вместе в этой ампулке и для аромата я возьму масло розового дерева вы можете взять любое масло какое вам подойдет хорошо взять масло ше и теперь я буду из этих компонентов быстро за одну минуту делать крем этот крем очень быстро легко упитывается я буду добавлять сюда все ингредиенты которые уже отдельно смешала в миске это витамины b1 b6 b12 дальше витамины а и е и масло розового дерева а также здесь еще у меня находится сок алоэ вот я потихонечку ложечкой буду сюда вводить и размешивать очень хорошо размешивается крем станет немножко жиже но это хорошо он станет лучше впитываться и быстрее этим кремом можно будет пользоваться в любое время дня утром когда вы встали и умылись после чистки легко и быстро можно напитать кожу потому что здесь много витаминов видите какая консистенция получается крем становится просто немножечко жиже ну и конечно очень приятный запах потому что здесь масло розового дерева значит я посчитала расходы которые у меня ушли на этот крем значит витамины b1 b6 и b12 стоят 20 гривен значит витамин а и витамин е по 25 гривен и масло розового дерева стоят 70 гривен сам этот крем обошелся мне в 40 гривен то есть я посчитала что я сюда добавила по чайной ложке всех компонентов сок алоэ это бесплатно и очень полезно поэтому себестоимость этого крема примерно 60-70 гривен но это натуральный крем в отличие от тех кремов которые продаются в магазине даже натуральных он хранится в холодильнике не 2-3 недели а гораздо дольше примеру но месяца три точно он у вас простоит ну вот мой крем готов и я сейчас хочу его испробовать на себе очень мягкая приятная текстура такая в нем просто витаминная маска получается поделитесь пожалуйста в комментариях своим опытом может быть вы тоже сами делаете натуральный крем мы почитаем посмотрим может быть кто-то для себя возьмет что-то важное и тоже будет делать крем своими руками хорошо если делать вот такое вот упражнение для того чтобы подтягивать морщины уже крем который я нанесла он уже питался отличный результат можно и руки мазать желаю вам находить время для себя следить за собой ну и конечно же оставаться красивыми и привлекательными в любом возрасте возможно чтобы добавить на наше место я уже сделаю да это